Друзья, всем большой привет! Каждый раз, когда подхожу к сноубордам Джонс, особенно нового сезона, текут слюни. И неважно, сделано неплохо, хорошо, дизайн нравится, не нравится. Это одни из лучших досок в мире. Это всегда вызывает волнение, по крайней мере у меня. Сейчас я вам практически за год расскажу все, что вас ждет в следующем году. Сразу небольшая оговорка. Это образцы, и не всегда их жесткость будет соответствовать тем же скостям, которые будут запущены в общую серию. Иногда даже бывают изменения по геометрии и по дизайну. С чего начнем? Давайте начнем с самой бюджетной доски. Как вы помните, они назывались Explorer. Explorer. Explorer больше нет. Как нам сказали производители, название было изменено в связи с тем, что Германия что-то там качала права по поводу Explorer. Что Джонс не может использовать это название. Теперь он называется Frontier. Вот здесь вот не очень хорошо видно, но Frontier. Ни хрена не изменилось, даже горы остались те же самые. Изменилось только название. Кстати, недавно узнал, что вот все эти горы, это Гималайи. Короче, каждая вот эта вершина, это вполне конкретная вершина, а не просто картинка из учебника географии. В более подробном обзоре в GettoSport я расскажу про каждую из этих вершин, что она значит и почему Джереми Джонс нанес эти изображения на свою доску. В следующем году, как и в прошлом, доска Frontier будет востребована наверняка больше, чем все остальные. Почему? Потому что это максимально универсальный вариант и при этом он стоит меньше всех денег из взрослой коллекции. В этом сезоне ценник его был 36,690 и он просто улетал, как горячие пирожки. Это универсал на прогибе Camrock. У него есть Low Magna, то есть легкие волны по кантам, чтобы она прекрасно выглазалась в лед. Она изумительно всплывает, она прекрасно держит трассу. В общем, такой прям самый-самый универсальный и недорогой сноуборд в линейке Джонс. Сразу же после него идет модель, которая называется Mountain Twin. В сущности это абсолютно то же самое, но нос у Mountain Twin будет несколько короче, чем у того же Frontier, бывшего Explorer. Что это дает? Если шило в жопе у вас больше обычного и вы не просто катаетесь по кукленькому, а еще и глупануть сугробика любите, то на Frontier это делать очень неудобно. Потому что как только вы приземляетесь в свитч, у вас будет такой здоровенный бобровый хвост и маленький нос. Выйти из поворота сразу становится сложно, неудобно и некомфортно. Если вы хотите и так, и так, и так, и в сугробик, и попрыгать, и покарвить, ваш вариант Mountain Twin. Обычно он стоит примерно на 4000 дороже. Стоит он дороже тупо из-за того, что он типа твиновый. Все характеристики остальные будут одинаковые. Что касается жесткости. Вот в данном случае у меня сэмпл, он что-то очень мягенький. Я бы сказал, что это жесткость 4000. При этом Frontier имеет жесткость в районе восьмерки, наверное. Он вообще дубовый-дубовый. Лютая жесткость. Я полагаю, что в реальной коллекции все изменится. Но об этом мы поговорим отдельно в нашем глобальном обзоре в GettoSport в следующем сезоне. В GettoSport мы не можем допустить, чтобы наши клиенты, грубо говоря, обломались из-за того, что у производителей были неправильно написаны прогибы, жесткости и все остальное. Соответственно, мы каждую досочку смотрим отдельно и говорим точно, как она будет ехать, чтобы вы не обломались. Так вот. Сейчас, если тяжелый дядя возьмет вот эту доску, он обломается. Это абсолютно та же самая доска. Она называется Ultra Mountain Twin. Во-первых, она для тех, кто любит черный цвет. И для тех, кто максимум за экологичность. Дело в том, что Mountain Twin от Ultra Mountain Twin отличается очень мало. По факту, очень мало. Кто-то думает, что у них там по весу отличается 1-1. Никакой разницы в весе у них не будет. У них разница только в том, что на Ultra Mountain Twin используется базальтовое волокно. Грубо говоря, стекловолокно. Но это прошлый век, по мнению Джонса, так как он чуть-чуть инакомыслящий по поводу экологии. А вот базальт, каменная вата, по сути, она более экологична в производстве. Вот будет свой старт. А вот базальт несколько более экологичен в производстве. Соответственно, эта доска будет, с точки зрения Джереми Джонса, будет влиять на окружающую среду меньше, чем Mountain Twin. И, соответственно, он старается делать вот такие доски. А помимо этого, с отзывов райдеров, говорят, что у этой доски будет щелчок мощнее. Но не для всех. Понимаете, жесткость это такое понятие и щелчок, которое для одного хорошо, для другого плохо. Для меня, как для легкого райдера, эта доска будет тупой. А вот для более тяжелого райдера эта доска, наоборот, будет несколько приятнее, он будет ее лучше прогибать, лучше держать скорость. Соответственно, при выборе той или иной доски, обратите внимание на то, сколько вы весите и какая фактическая жесткость будет у этой фанерки. По поводу Джонса и его представлений в экологии. Это культовая личность, никто не оспаривает его заслуги перед Отечеством. Он создал фонд ПАУ, Protect Our Winter. Он борется за спасение снега для наших детей и внуков. Супер-человечище. И он заказывает для своих досок деревья только с пометкой ФСЦ. Вот здесь это будет написано. А грубо говоря, если по-русски, это деревья с плантацией, которые постоянно возобновляются. То есть не просто выкосили там где-то в Сибири лес, вон с него херак-херак доски с Джонс на кресло. Это деревья, которые будут посажены вновь после того, как их спилили. То есть это реальная плантация. Он за возобновление лесов, он постоянно-постоянно борется за нашу планету, за что ему огромный респект. И я думаю, что вы тоже сможете сказать ему спасибо, приобретая его доски для своего удовольствия. Более того, с каждой доски он платит определенную сумму в этот фонд ПАУ. И насколько я помню, они там насобирали уже в районе 30 миллионов долларов. Не только Джонс, естественно, платит туда, а все компании, которые поддерживают вообще это движение, платят 1% в этот фонд. Если у вас есть своя большая компания, вы тоже можете заплатить туда 1% от выручки. У вас будет такая наклеечка ПАУ, и вы тоже будете большой молодец. Я почти уверен, что они сделают что-нибудь крутое. И мы все проживем несколько больших хороших условий, чем без этого фонда. Доска Авиатра. У Авиатра очень мало изменений. Это те же самые карбоновые волокна. Это то же самое волокно поперек, которое повышает расъемную жесткость. Это доска для очень скоростного катания, для карвинга, но при этом не супер сурового. То есть, в отличие от олдскульного карвера, у которого была доска полностью плоская, у Авиатра есть небольшая ложечка. И он чуть-чуть вам простит ваши оплошности. И не слишком сильно шарахнет вас, если вы там отвлечете свой взор на красивую девушку или на сытную уборку вашего товарища. Коэффициент жесткости этого образца в районе 7-8. Перескочу сразу, чтобы не забыть. Есть у Джонса такая доска, называется Project X. Если вы реально очень много зарабатываете и вы привыкли выделяться на общем фоне, вы можете рассмотреть ее. Очень многие считают, что она прям какой-то лютой жесткости, что она прям нереально крутая. По факту нет. Я сейчас беру эти две доски в руки. У них нет никакой разницы в весе. Но! Вот эти карбоновые волокна, правильно они называются Textrem. Фанатик, кстати, использовал их уже, наверное, лет 9 назад. Вот сейчас они зашли до Джонса. Textrem никуда не отдает вибрацию. Райдеры, которые имели удовольствие прокатиться на такой доске, говорят, что типа она херачит так, что мам, не горюй, но после этого болят ноги. Никуда не деваются вибрации. Сколько вы вкладываете в доску, сколько она передает вам обратно. Очень крутая доска. Она охренительно похожа на авиатор. По своей геометрии она будет чем-то средней между фронтьера и авиатором. То есть это камрог, но он такой удлиненный слегка. Со скоростью этой доски проблем нету. С вибрацией тоже, не знаю, 200 км в час она, наверное, поедет, если у вас хватит духу разогнать ее. Каждая эта доска имеет свой порядковый номер. Всего на весь мир делают около 600 подобных досок. Соответственно, это определенный респект, когда у вас есть такая крутая доска. Нужна она вам или нет, не знаю. У нас в магазине его точно не будет, потому что его цена 1800 евро. Но я думаю, что в магазине Кант вы ее приобрести сможете. Идем далее по регулярной коллекции. Следующая досочка это ховер кран. В прошлом году Кант смог провести тест, и у меня было... Мне посчастливилось попробовать эту доску лично. Это одна из лучших досок, которую я вообще трогал. Меня всегда смущали эти нестандартные формы, вот такие хвосты. Думаю, блин, ну что-то как-то вот она узкоспециализированная какая-то на трассе. Гульхерорг. Это все фигня. Она изумительно прекрасна на трассе. Она веселая, поворотливая. Я катался на 156 доске. Во мне 170 роста и примерно 65 плюс-минус 2 килограмма веса. Она охерительная. Она веселая, бодрая. На ней можно как и прокарвать, так она и всплывать будет в пухлом снегу за счет этого огромного носа. Все, кто на ней катался, говорят, что никаких проблем со всплыванием нет. На ней здоровенная ложка, то есть канты приподняты кверху на самой лопате. Соответственно, всплывать и перемещаться в пухлом снегу на ней будет проще паре на лепах. Кофицин жесткости у него в районе 8-9, но нос мягче. Соответственно, он чуть-чуть прогибается еще и зарыть его будет практически невозможно. А за счет того, что у него такой вот короткий жесткий кембер, она будет прекрасно держать себя на склонах. Обготовленной трассе она будет херачить, мам не горит. Примерно все то же самое, что я говорил про ультра Mountain Twin, можно сказать и про ультра крафт. Ультра крафт, это ховер крафт, только более отзывчивый, потому что здесь используется не стекловолокно, а базальтовое волокно. Черный классический дизайн. То есть все ультра, они, как правило, в темном цвете. Но по характеристикам многим даже нравится ховер больше. Это тот редкий случай, когда у вас будет возможность попробовать все топовые доски в этом году лично. Мы заказываем для себя, для Гетто Спорт, пул досок Джонс. Вы сможете их попробовать лично, взяв у нас в магазине. Об этом немного позже, когда они все-таки доедут до нас, соответственно, это будет, наверное, октябрь-ноябрь 2020 года. Об этом я сниму отдельную программу. Я их сам обязательно затестирую и доведу до всех людей, до всех регионов, как же они все-таки коррелируются между собой. Какие характеристики будут у них основными. Заказывать я буду практически все в своей ростовке. Соответственно, если вы примерно моих кабаритов, у вас будет, ну, просто волшебная возможность попробовать все, не уезжая за пределом санкт-петербургой. Далее, флагман. Джонсу 10 лет в следующем году. И эта досочка стала, ну, как бы, воплощением Джонса как такового. То есть это флагман компании. Это флагман по названию. Это флагман по сути. Доска, которая любима всеми спортсменами, которые выступают за Джонс, она представляет из себя лучшее соотношение карвинга и трирайда. В сущности, она очень похожа на эту досочку, на ховеркрафт. Но гвозд у нее будет все-таки полноценным. Он не будет так сильно зарезан. Соответственно, будет держаться лучше дуга. Она не такая маневренная, как ховер. А всплывать она будет примерно так же. Потому что у нее тоже будет здоровая широкая лопата спереди. Это прекрасное соотношение для спортсмена, который любит гонять на высоких ходах. Которым нужно дропнуть. Которым нужно продержаться на льду. Которым очень важна скорость и при этом стабильность на ней. Чтобы не было страшно. И не думать о том, как бы не умереть, подъезжая к своему дропочку. Что изменилось? Они чуть-чуть изменили геометрию. Теперь топ-шит будет сделан не из светлого дерева, а из более темного. Конструкторами компании было перебрано около 30 прототипов этой доски. И вот они остановились на самом-самом-самом востребованном и самом удачном по их версии. Естественно, у него есть такая же магная, как и у всех. Она прекрасно держит лед. Что будет в следующем году? Протестируем, узнаем. Тот же флагман, только супер. Все то же самое, что говорил про флагшип. Только в более жестком варианте. Опять же, Carapon Techstrand. Внутри дерево FSC. Это просто адски крутая машина. Но не пугайтесь ее. Если вы располагаете 1200 евро и хотите потратить их грамотно на крутую доску, которой нет у большинства ваших друзей, знакомых и незнакомых, то почему бы не взять флагшип Carapon? Мы тоже возьмем его на тесты. Я на всем этом покатаюсь и расскажу вам. Но об этом чуть позже. Добавляйте на канал, там все-все это будет в следующем сезоне. Все, про регулярную коллекцию все рассказал. Но, помимо регулярной коллекции, у Джонса есть Хориш. Фамилия его Кристенсен. Он серфер. Он один из лучших и востребованных серферов Калифорнии. Это его делище. Это называется Mountain Surfer. Он имеет очень крутую пространственную конструкцию. То есть, это не просто какой-то сноускейт, а это сноускейт, на который приклеен крутой скользяк, который тоже нужно поратнить, который херачит на вне горюки. Сейчас я вам покажу. Такая доска мало для кого нужна, как основная уж точно. Но если вы скучающий, проживающий в поляне или в шереде шучел, которому задолбало кататься на простой доске, вот эта тема прям для вас. Что его отличает от остальных? За счет этой геометрии, за счет широкого носа, на этой доске можно кататься по широким полям с небольшого клона. Она реально серпит. Даже если есть небольшой уклон на этой доске, можно совершенно спокойно вваливать, пампить и получать удовольствие даже, в общем-то, практически на непредназначенных для этого местах. На обычном сноуборде вы зароетесь и встанете по итогу. У вас не получится продавить снежную массу, а этот будет парить. Очень крутая тема. Если вы опять же располагаете временем и возможностью кататься в больших горах, в местах, не свойственных для катания остальным, где вы можете пройти с пешком, это прям очень крутой вариант. Рекомендую. Их всегда очень мало заказывается, но у нас в магазине она есть. Продолжая тему Крисницына. Есть такая досочка, которая называется Mind Expander. Из всей линейки серверских досок она будет максимально востребованной. Это что-то, опять же, из линейки Croa Shapes. Они там хорошо качнули, и многие-многие-многие производители решили, что нужно повторить их успех. Здесь вы получаете настоящий серф. Это как, значит, русалка. Это баба с хвостом, а это трассовый вариант, но с носом серфа. Очень широкая лопата. Ребята, которые имели возможность на них покататься, отзываются, но очень хорошо. Вне трассовые свойства этой доски 5 с жирным плюсом. На трассе доску моделяют как тазик. Соответственно, эта доска никогда не должна покупаться вами, как основная. Но когда завалила пуклым снегом, когда вы хотите подхватить по максимуму, это просто кайф. Говорят, что ее можно загружать даже в поворотах пуклом снегу. То есть зарыть ее, но абсолютно нереально. Это, безусловно, даст вам новые впечатления, новый кайф. Вы почувствуете, что жизнь прекрасна, и захотите быть здоровым еще много-много лет, чтобы получать это удовольствие на протяжении долгого времени. Да, в MyExpander есть куча ростовок, как для юниоров, так и для самых-самых больших мальчиков. MyExpander также есть в категории ультра. Ультра MyExpander ничего не будет отличаться от своих коллег по ультра-семейству. Соответственно, стекловое волокно заменено на базальтовое волокно, чуть-чуть более отзывчивое. И здесь прогиб будет идти S-Rocker, это обычно называется, то есть кембер, переходящий в огромный нос. А у всех остальных экспендеров он будет ровным и тоже переходящий в нос. То есть, грубо говоря, там больше похоже на таз, а здесь на такую змеюку. Что это дает? Большая стабильность на трассе. Если на тех будете чувствовать себя как на тазу, то вот на этой доске можно даже где-то прохватить в стиле карлинг. На трассе оно тоже будет держать себя прекрасно. Я думаю, что я угадаю, что через несколько лет MyExpander как такового не останется, и они все перейдут на этот кембер, потому что это больше универсальность. Но пока что Джонс решил оставить их все на флэта-рокере, а это сделать кембер-рокером. Думайте, что вам больше нужно. Пробуйте, тестируйте. Частоятнее всего, Кристенсен у нас будет также на тестах. И после тестов, когда мы все покатаемся, зафиксируем, попробуем, потрогаем, устанем от них, мы предложим это к выкупу. Соответственно, в какой-то момент ловите. Ловите моменты, когда они будут продаваться с очень приличным диском. В семействе серфовых досок есть еще один парнишка. Он называется Шторм Чейзер. Шторм Чейзер очень похож на MyExpander, но будет идти с ласточным хвостом. Это даст вам еще большую маневренность, хотя куда еще больше, когда и так на тазик похож. Но, тем не менее, Шторм Чейзер существует и, вероятнее всего, пользуется таким успехом у райдеров, которые гоняют в больших горах. Помимо всего прочего, сюда добавили карбоновое волокно вдоль доски, чтобы усилить нос, чтобы на высоких ходах его не трясло. И заключает список серфовых досок моделька Low World. Вот такая вот здоровая хреновина за 784 евро с ласточным хвостом с широченным носом. Это такая небольшая отсылка World School. Середина у него будет на Кэмроке и нос будет вот таким вот огромным-огромным рокером. Потопить его, естественно, невозможно. Он будет хорошо вести себя на трассе, но, судя по всему, в большом, в частом лесу маневренность такой доски оставляет желать лучшего. Что касается целинных полей, где у вас просто камни-обрывы, такая доска будет очень-очень востребована и очень-очень хороша. Все это доски довольно редкие, их будет крайне мало на привезенном на Россию. Если вы решили, что больше жить вы не можете без нее, пишите уличку. Я постараюсь сделать так, чтобы она вам досталась на 100%. Ну что ж, про мужские я рассказал, теперь плавно переходим к юниора дамской коллекции. Она у Джонса довольно насыщена по сравнению с другими компаниями. Все начинается с досочки, которая носит название Prodigy. На мой взгляд, это одна из самых красивых досок, которые вообще есть в линейке Джонсон. В прошлом году она была абсолютно точно такой же по дизайну, те же самые волчки. Это более мягкий вариант доски Twin Sister. То есть, досочка подходит, этот Twin Tip, он подходит для прыжков, для легкого фрирайда, для трассового катания. Абсолютно универсал. Если ваша масса не велика, это будет охренительный вариант для любого подростка или девушки с небольшой массой. Логическое продолжение этой истории это доска Discovery. Discovery, опять же, не изменилась в цвете с прошлого сезона. Это более мягкая версия доски Explorer. Абсолютно все то же самое по геометрии. Это легкие камеры с увеличенным носом. Соответственно, такая доска всплывать будет лучше, чем предыдущий вариант. Но в свече на нем кататься несколько сложнее. Прыгать на нем опять же будет не максимально комфортно. Но если вы не собираетесь, а держите путь именно в пухлые снега, это чудесный вариант. Он, кстати, не такой уж и мягкий, его коэффициент жесткости около 4. Коэффициент жесткости доски Prodigy по крайней мере здесь в образцах тоже около 4. Далее. На протяжении последних лет Dreamcatcher это бестселлер. Во-первых, это самая бюджетная доска в линейке, во-вторых, она вообще не бюджетная по своим характеристикам и по качеству. И она одна из самых красивых досок, которая есть в линейке Jones. это доска для среднего уровня прерайли. То есть, если вы далеко не спортсменка, но вы хотите за своим парнем, мужем, братом, папой ломануться в лес, чтобы погонять по пухлому снежку, наверное, это самый-самый подходящий вариант. На трассе она тоже чувствует себя великолепно. Единственное, где она работает не максимально хорошо, это в парке. Соответственно, в свече на такой доске кататься можно, но не так удобно, как на следующей модельке Twin Sister. Коцент жесткости этой доски 5-6. На мой взгляд, Twin Sister у Jones в прошлом сезоне был несколько красивее, насыщеннее, ярче. На мой взгляд, естественно, у Jones в одно место не впился, соответственно, он делает вот такой вот дизайн. Они все очень перекликаются по мотивам, по цветам, но вносятся небольшие коррективы. Все то же самое. Чистый Twin Tip, хоть на левую, хоть на правую, как хочешь, крути-верти, тебе будет всегда одинаково удобно. У этого образца жесткость выше, чем у образца мужской коллекции. То есть, Mountain Twin мягче, Twin Sister. Как будто они, блин, поменяются. Я почти уверен, что в регулярной коллекции все поменяется, и это станет помягче, а та пожестче, но сейчас это достаточно серьезный агрегат с жесткостью 7. Airhead. Воздушное сердце. Эта доска идет у нас для скоростного катания, для барышни. Но в отличие от авиатора, с которым чаще всего сравнивают эту доску, у Airhead рокер идет гораздо раньше. То есть, эта доска не на чистом кембере, а все-таки на удлиненном кемроке. То есть, он не до сюда доходит рабочей длины канта, а вот до сюда. То есть, эта доска будет великолепно держать скорость, но при этом не будет столь агрессивно вгрызаться в склон. Карлин будет чуть-чуть слабже, но всплывать эта доска будет лучше, чем авиатор, причем прилично лучше. Как и у всех остальных Джонс, на ней есть маленькая ложечка, соответственно, в куклом снегу такая доска будет вести себя замечательной. Если вы следите за линейками Джонс, то увидите невооруженным взглядом, что абсолютно в том же дизайне доска была и в предыдущем году. Дизайн, видимо, пришелся настолько по вкусу покупателям, что они решили его целый год не менять. Данная практика последние года применяется не только у Джонс, но и того же Арбор, и того же Макбекер. Типа, если доска хорошая, нахер ее мне. В общем-то, наверное, в этом что-то есть. Потому что не всегда новый дизайн, лучше предыдущего, а денегам зарабатывать хочется одинаково в каждом году. Ховеркрафт Лейн. Данная доска предназначена для девочек, которые забывают, что такое трасса, которые уже научились кататься нормально, и им нужно жарить, жарить по пухлым снегам. Если же на трассе, то это высокая скорость как минимум. Вне трасс это свирепый пожиратель Паудер. Поменяли цвет, сделали его более темным, но по свойствам доска осталась абсолютно та же самая. Широченный нос с большущей ложкой, которая совершенно спокойно едет по любому пухлому снегу. Лоу-магна, боковой кан будет вгрызаться в лед гораздо лучше, чем не имеющий такой технологии доски. хвост укорочен для резких маневренных движений, то есть на такой доске не будет трудно объехать елочку. Если она встретится вам на пути либо какого-то своего товарища, вы очень резко сможете изменить направление движения за счет того, что хвост короткий и радиус из-за этого гораздо меньше. этого плюса не будет на следующей доске. Это флагман лейд. Хвост полноценный, соответственно, дуги будут более правильные, плавные. Эта доска будет ближе к карвингу, но его маневренности будет несколько меньше, чем у ховера. В остальном они будут очень похожи, у этого также будет ложечка, прогиб удлиненный камер, то есть не самый коротенький, а такой подлиннее, чтобы все-таки держал скорость и меньше колбасило по трассе. Как уже говорил чуть-чуть ранее, у девочек будет свой майндэкспендер. Эта доска, как и все предыдущие, имеет жесткость около восьми, он охеренно жесткий, для девочки в том числе. Я бы запросто мог кататься на этой доске, даже мне больше и не надо, она все равно бы плыла запросто. Жесткость высокая, очень широкий нос, то есть если мы сравним его с ловеркрафтом, он будет еще шире, примерно на полсантиметра. Утопить ее практически невозможно. При этом хвостик будет гораздо более тонким, она будет и проваливаться в пуклом снегу, и за счет прогиба рокера будет всплывать ветхость. Потопить эту грузку абсолютно нереально. На трассе такая доска ведет себя гораздо хуже, чем в ховеркрафт. Соответственно, это может быть универсалом, а это только для куклого снега. Передвигаться вы, конечно, сможете, но получать истинное удовольствие, как от ховера, на MindExpander не получится. Это доска номер два. Та, когда посыпал снег по максимуму. В общем-то, это все, что я хотел рассказать вам про Jones 2020. Как и обычно, весь Jones делается в Арабских Эмиратах на фабрике CVS, на котором делается Arbor. На них все та же самая гарантия в три года. Прошу любить и жаловать. Если какой-то доски у нас нет, вам ее очень хочется, мы привезем для вас ее индивидуально. Если они, конечно, будут на оптовом складе, вы ее получите, не придется. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok